Три вещи обрадовали меня. Зрители канала Штельман внимательно меня слушают, зрители канала Штельман больше чем я знают, зрители канала Штельман не ленятся мне написать письма. Благодаря вам, уважаемые зрители, у меня сегодня есть ответ на вчерашнюю загадку, на вчерашний вопрос. Если вы помните, я вчера наверняка вас даже немного напугал тем, что почему-то согласно статистике генерального штаба украинского, в воскресенье у россиян практически не было потери, уничтожено было только 9 единиц тяжелой техники, в то время как в обычные дни их более 100 уничтожается. Я сказал что-то не то, что-то не так, что-то странное, чуть ли не перемирие заподозрил я на фронте, но получил множество писем, в том числе от тех, кого нельзя называть, и мне все разъяснили, и мне все разъяснили. Значит, что оказалось? Потрясающая история. Во всем виноват ветер. Не в смысле, что ветер сдул потери российской армии или листочек с докладом Генштаба. Во всем виноват ветер, но не так, как вы могли бы подумать. Дело в том, что наши по-прежнему воюют вовсю. Наши по-прежнему артиллерии выносят огромное количество российских военных и военной техники. Но где данные берет генеральный штаб наш? Генеральный штаб берет наши данные у аэроразведки. То есть наши беспилотники летают, снимают все это потом. То есть сбитые танки, разбитые БМП, артиллерийские орудия. И только тогда это вносится в статистику Генштаба. Насколько я понимаю, там сложнее система, наверное, какие-то. Два подтверждения что-то. Но факт, что без подтверждения аэроразведки нельзя занести танк или бронетранспортер или арт-орудия в уничтоженные. Так вот, вчера, в воскресенье, и позавчера, по-моему, в субботу, наша вот эта авиация аэроразведки просто не могла летать из-за сильного порывистого ветра. Поэтому уничтожать-то мы технику уничтожали. Но подвести статистику, посчитать мы не могли. Вот так. Спасибо вам большое. Хочу поблагодарить Ирину отдельно. И хочу поблагодарить всех остальных, кого имена я не могу называть в силу их великой секретности. Все-таки это огромная сила. 286 тысяч подписчиков канала «Шительман». Настолько грамотных людей, которые мне тут же сообщают и отвечают на мои вопросы и слушают меня внимательно. Хотите вступить в клуб канала «Шительман»? 287 тысяча набирается прямо сегодня. Внизу есть кнопка «Подпишись», она же «Сабскрайб». Если смотрите это на каком-то другом канале, тоже такое бывает, «Гришок», многие доводятся, то внизу ссылка с надписью «Подпишись на канал Шительмана». «Собака», «Шительман» по-английски. Кликаем, подписываемся. Ну а остальные начинаем вечер сегодня с лайка. Лайка не мне, а лайка тем, кто меня проинформировал, кто спас меня от паники и вас тоже. Ну а вчера, видимо, уже все летало, куда положено, поэтому 450 личного состава россиян уничтожено, 6 танков, 3 бронетранспортера, 7 артиллерийских систем. Почему мало артиллерийских систем? Я думаю, что только часть дня наша аэроразведка могла летать. Я знаю, что утром еще не могла, вечером, наверное, залетало, и вот что удалось, то сфотографировали, то засняли. Поэтому потери у россиян снова пошли. В свою очередь с фронта то, что сообщают скупые и скупые сообщения. Наши военные продвинулись возле Вербового, продвинулись возле Клещеевки и Андреевки. Вербовой – это Запорожский фронт, Клещеевка и Андреевка – это фронт, ну, Донецкий, скажем так. Российские войска при этом начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя и, вероятно, реорганизовали южную группировку сил. Провели ограниченно неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области. Об этом сообщает украинский генеральный штаб. А также украинские войска отбили наступление России к северу от Новопрокоповки. Ну, в общем, гнутся, как это, гнутся русские, но по-прежнему пока еще, к сожалению, ломят. И продолжают они, естественно, террористические такие удары. Удары бессмысленные, удары по зерновой инфраструктуре, по мирным гражданам. 36 ударных беспилотников типа «Шахет» было выпущено за последнюю ночь по Одесской, Николаевской, Херсонской областям. 27 сбиты. Как видите, 8, сколько, 9 не сбиты. Знаете, почему тоже увеличился процент попадания беспилотниками у россиян? Раньше гораздо больше мы сбивали. Но это не потому, что наши стали хуже стрелять, а потому что россияне смогли усовершенствовать технологические иранские беспилотники. Что-то там добавили. Если раньше это была тупая курица, которая летит без башки прямо всегда, и ты знаешь, что если она пролетела над тобой, через 100 километров она тоже полетит так же прямо. То сейчас эти штуки научились менять направление, к сожалению. Лететь по более сложным таким маршрутам, поэтому их сложнее сбить. Ну и, конечно, вот как сегодня мне сказали в бассейне, приветствую вас, вы смотрите меня утром и вечером в бассейне, я знаю. Жуткие были три дня, жуткие три дня последних из-за того, что происходит в Израиле, и события там продолжаются. Мы продолжим освещать теперь две войны сразу, потому что это на самом деле одна война. Война цивилизованных, нормальных людей, которые хотят жить, хотят строить, хотят развивать, хотят учить детей. Война против варваров, которые хотят только убивать, которые рождаются для того, чтобы убивать, и рожают детей для того, чтобы убивать. Да, рожают детей для того, чтобы они убивали другие народы, других. Вот против таких варваров воюем и мы здесь в Украине, и Израиль воюет сегодня одновременно. Про то, как рожают детей, почему и кто, с какими целями, я тоже сегодня расскажу. А начну с цитаты из президента Израиля, Бужи Герцога. Со времен катастрофы, то есть Холокоста, не было такого дня, в который было убито так много евреев. Это он сказал про день рождения Путина, про 7 октября 2023 года. То есть, чтобы за один день погибло столько евреев, этого не было со времен Второй мировой войны, со времен Холокоста, со времен Гитлера, СС, со времен так называемого окончательного решения еврейского вопроса, к которому стремились немцы во Второй мировой войне. Сегодня к этому стремится Хамас. Как выяснилось, число погибших перевалило за 900 в Израиле. Но это тех, кого тогда убили, вот 7 числа. Там и сейчас продолжают гибнуть люди. Но не всех пока еще удалось уничтожить даже на территории Израиля. Сначала были сообщения, что всех, но нет, там еще отлавливают. Вчера четыре, сегодня утром четыре террориста из Хизбаллы проникли через северную границу Израиля, из Ливан. Их трех убили, одного сейчас ловят. Но в процессе вот этой ликвидации, в процессе отражения этой атаки погиб ископоставленный командир армии обороны Израиля. Дальше, процитировав президента Израиля, я процитирую премьер-министра. Израиль парламентская республика, парламентское государство, поэтому президент там не главный, он носит символические функции, поэтому и говорил о символизме, о сравнении с Холокостом. А Нетаньягу, премьер-министр Израиля, вчера вышел с семиминутным заявлением, в котором рассказал о следующих шагах израильской армии. Ну, рассказал весьма скупо, чтобы не раскрывать военные тайны. Во-первых, характеризуя ситуацию, Нетаньягу снова употребил то же выражение, что вчера министр обороны Израиля. Он назвал вот этих террористов, которые пришли и убивали, израильтян, назвал их Хайот Адам. Хайот Адам, трудно перевести это выражение, это человеко-звери такие, человекообразные животные. Животные в форме человека. Хайот Адам. Я просто, когда искал термин для тех россиян, которые сегодня приехали воевать и оккупировать Украину, я же тоже долго не мог подобрать. Помните, их называли... Их называли... И все так и не нашлось нормального слова для того, кто они такие. Так ни один термин и не подошел. Ваньки, кто там еще был, не помню. Лапти. Но все равно, вот это Хайот Адам на иврите, конечно, очень крутое выражение. К сожалению, нет у него простого перевода. Меня смотрит, я думаю, кто-то из Израиля. Если у вас есть лингвистические способности, попробуйте на русский перевести. Мы это будем использовать здесь для россиян, которые оккупируют Украину, для тех, кто... Пришел, кто убивает, и тех, кто переехал жить в Крым, например, это все они же, они же. И вот Нитанияо описал картины, которые видел он, видела систему безопасности Израиля, видели солдаты, которые освобождали эти поселки возле сектора Газа. Он сказал, что мы, говорит, видели детей со связанными руками, с которыми связали руки, а потом расстреливали их вместе с их родителями. И, как сказал, подчеркнул Нитанияо, такого мы не видели уже со времен ИГИЛа, со времен исламского государства. И ведь тогда, говорит, весь мир смог объединиться против ИГИЛа, против исламского государства. Увидев эти ужасы, мир смог объединиться и уничтожить исламское государство. И сегодня исламского государства не существует, которое контролировало значительную территорию, которое связывало детям руки и расстреливало их. Я полностью согласен. Он призвал, естественно, мир сейчас объединиться, чтобы уничтожить Хамас, чтобы уничтожить тех террористов, которые сегодня такое творят. Я, с одной стороны, полностью согласен с тезисом Нитанияо, естественно, что весь мир действительно должен сегодня объединиться ради такой цели. Но я не согласен с тем, что со времен ИГИЛа мы такого не видели. Мы это видели здесь, в Украине. Это делает Российская Федерация. Здесь тоже связывают детям руки и расстреливают их. Здесь, в Херсоне, во время оккупации была детская пыточная. Пыточная для детей. Там пытали детей. Ну, а что делать с детьми в Буче, я повторять лишний раз не буду. Сами уже все знаете. И в Бородянке, и в Ирпене. Поэтому, в чем в одном Нитанияо ошибается, что россияне делали здесь то же самое. И делают прямо сейчас. И точно так же, я думаю, как Нитанияо призвал весь мир объединиться против вот этих Хайот Адам, то есть человека-зверей из Хамаса, то стоит миру объединиться и против Хайот Адам других, человека-зверей из Российской Федерации, которые пришли в Украину и делают ровно то же самое с мирными жителями. Угоняют их в плен, как и Хамас угнал более ста человек в сектор газа, а россияне угнали 700 тысяч от них только детей. И вот так вот издевается, пытает детей, расстреливает их. Теперь процитирую некоторых людей по этому поводу, которые высказались. Ну, вернее, одного человека. Давно я просто его не слышал, и тут вдруг он мне случайно попался. А вы меня когда-то спрашивали о нем. Это мой, наверное, один из... Как бы его охарактеризовать? Ну, таких любимых спикеров. Иностранный агент, историк Панасенков. Мы про него много разговаривали в эфире. Поэтому не буду. Кто хочет, тот найдет. И вот он, находясь в Париже, сказал следующее. Он доносил тезис о том, что да, надо этих террористов уничтожать, а не убегать от них, ко всему миру, сказал он. Но он не говорил слова про россиян, такого слова, хотя явно, очевидно, тоже имел в виду и российские войска. Потому что он про них тоже ничего хорошего не говорил, за что и стал иностранным агентом. Ну, считайте, что это мои слова. Не его про россиян, а его относятся только к остальным террористам. Вот он сказал следующее. Террористы прямо говорят, что будут рожать только для того, чтобы убивать людей. Это его высказывание про кого? Ну, про палестинцев. Потому что Ясер Арафат, глава организации освобождения Палестинцев, в свое время сказал, главное оружие палестинцев – это матка палестинской женщины. Чем больше мы родим детей, тем больше мы убьем евреев. Так примерно сказал Ясер Арафат. Сегодня матка российской женщины тоже превратилась в оружие Российской Федерации. Потому что россияне рожают детей, чтобы убивать украинцев. По сути, об этом говорит Путин. Я сейчас как бы начал тезис Панасенкова. На что говорит Путин? Путин призывает рожать детей. И Путин говорит, что для того, чтобы можно было убивать украинцев. И Путин говорит, что лучше погибнуть на войне, чем пить водку дома. Правильно? То есть он считает, что ребенка нужно родить и отправить на войну. Иначе он сопьется и умрет от водки дома. И заканчивает свой тезис Панасенков. Там много чего он говорил. Человек же сидит в Париже и говорит, вы нигде не отсидитесь. Уже нигде нельзя отсидеться. Говорит он это в частности даже про Париж. В Париже нельзя отсидеться. Мировое зло пришло. Варвары пришли. Если их не уничтожить, отсидеться нигде не получится. Мы сегодня в конце выпуска обязательно поговорим про людей, которые попытались отсидеться. Вы уже догадываетесь, кто читал название этого стрима. Что поговорим мы про ученого из Глазго знаменитого. Поговорим мы про одного бегущего банкира. Но не про того бегущего банкира. В Украине есть такой бегущий банкир, который ролики записывает. А я в плохом смысле про бегущего банкира. Тот бегущий банкир в марафоны бегает, а этот бегущий банкир бегает по миру. Про таких людей мы обязательно поговорим, которые плохо слушали Панасенкова. Кто плохо слушал Панасенкова, тот превратился в бегущего банкира и в бегущего ученого из Глазго. О которых речь пойдет позже. у нас еще много более важных новостей к обсуждению. Но сначала тоже такие, знаете, зарисовки с войны в Израиле. Официально это вещи вы увидите в телевизоре, вы увидите, во что превратили, во что авиация Израиля точными ударами превратила, например, кварталы богачей. В секторе газа есть богатые кварталы, кварталы такого среднего класса и зажиточных. Вы их просто практически сравняли с землей. Конечно, это хорошая идея поступить так же с какими-нибудь кварталами некоторыми, на Рублевке, например. Потому что понятно, что если человек живет в России на Рублевке, то он либо олигарх какой-то, все эти дорогие места, либо он точно сотрудничает с российской властью. Он точно сотрудничает с российской властью. Те, кто жил на Рублевке, но не сотрудничает, они уже в Израиле сейчас. Вот как Галкин, который сказал вчера, Галкин вчера сказал, что мы с Аллой никуда не поедем из Израиля, это наша страна, несмотря на войну будем здесь жить, потому что наши дети здесь учатся в школе. По-моему, это очень крутая позиция. Не поехал же он на Рублевку, а остался в Израиле. Так вот, несколько историй про рядовых израильтян, что ли. Во-первых, стала таким мемом женщина по имени Рахель из южного израильского города Афаким. Ее с мужем взяли в плен террористы, прямо у них дома. И Рахель сказала, что она их будет кормить. Террористов. Но это же еврейская мама, понимаете. И она нас посадила их кормить. И пока она их кормила, при том они держали рядом с ее головой автомат и гранату. А она их кормила. И докормила до такой степени, в общем, кормила, кормила. Нет, она их не отравила, как наша знаменитая бабушка, которая отравила семерых русских солдат в Харьковской области. Нет, пока они ели кофе с печеньями, они стали расслабились, стали петь песни израильского поп-певца Леора Наркиса. А в это время спецназ потихонечку их уничтожал, отстреливал по одному. Спецназ окружил дом и отстреливал. А она все кормила и кормила. Потом, когда одного из них ранили, она стала его еще помогать лечиться, продолжать его кормить. В общем, дождались они до того, что спецназ уничтожил всех. И теперь Рахель стала таким символом вот этого сопротивления. Только Рахель сильная против Хамаса. Теперь такие плакаты трогательные делают в Израиле. Не могу, извините, удержаться от слез. От того, что такие есть женщины в еврейских селениях. Но есть и гораздо более грустные истории, хотя тоже истории героизма, абсолютно героического сопротивления агрессорам. Адар и Тай Бердичевский из Хвараза. Когда к ним пришли террористы, пытались проникнуть к ним в дом, у них было двое маленьких детей 10-месячных. И они этих двух детей, маленьких 10-месячных, они спрятали. Спрятали их в доме, в комнате, где бомбоубежище. То есть они просто заперли в бомбоубежище. А сами взяли оружие, у них было оружие. И они оба служили в израильской армии, были офицерами израильской армии. Не в этот момент, а в прошлый. В прошлом были офицерами израильской армии. Поэтому они вдвоем организовали оборону собственного дома и убили 7 террористов. Когда пришли уже израильские военные освобождать, то они нашли, да, их, и Адар, и Тай Бердичевский погибли в бою с террористами. Но их дети 10-месячные были найдены в этом убежище, где они их спрятали от террористов. Вот, сейчас их отдали, в общем-то, родственникам, бабушке и дяде, детей этих. А в России сейчас готовится сегодня принять президента, так называемого президента, так называемой Палестины, Бахмуда Аббаса. Об этом сообщил российским СМИ палестинский посол. А это значит, что в России есть палестинский посол, как вы догадываетесь. Они будут принимать президента Палестины. Президент Палестины не состоит в Хамасе. Он как раз политический конкурент Хамаса. Но, как вы догадываетесь, он тоже приехал не урюк кушать и не спасать евреев от Хамаса, а приехал вести переговоры от имени палестинских террористов. И договариваться с россиянами, чтобы они стали посредниками между убийцами. Представляете, да, одни убийцы становятся посредниками между израильтянами и другими убийцами. Это будет прям очень странный переговор. И мощная Нобелевская премия потом за это дадут. Тем более, что Хамас-то заявил, что готов к переговорам с Израилем. Хамас заявил, что выполнил все свои боевые задачи. Все боевые задачи выполнены, говорит. Мы все порешали. Теперь мы готовы к переговорам с Израилем. Все, готовы к прекращению огня. Отдельно вчера Хамас заявил, что за каждую бомбардировку, которая будет без предупреждения, какое-нибудь здание в Газе, они будут расстреливать одного заложника. И вчера, по их сведениям, вот они сообщают, нет подтверждений, они двух заложников расстреляли и выложили видео. Неподтвержденное, недоказанное. Но выложили. Вот так. Я вчера рассказывал, как именно Израильскармер предупреждает о том, что будет бомбить конкретное здание. Сбрасывается некая шума, шумовая штуковина, как бы удар тук-тук по крыше такой, металлический. И люди в здании понимают, что сейчас это здание через несколько минут будет уничтожено, и они из него должны уйти, и через несколько минут здание уничтожается. Вот Хамас сказал, что если без предупреждений, то будем расстреливать заложников. Это такой мир они предлагают. Но заметьте, что это один в один же то, что предлагает Российская Федерация Украины. Российская Федерация, захватив огромное количество украинских территорий, захватив миллионы украинцев под себя, она сказала, что готовы к переговорам. Помните, в марте прошлого года они были готовы к переговорам, потому что они уже захватили кучу украинцев, угнали в плен, разместили в концлагеря тех, кто живет в Мариуполе, и готовы были к переговорам. Сейчас они тоже периодически все время говорят, что мы готовы к переговорам, но только вы должны, то, что мы завоевали, это уже наше. И я думаю, что Хамасу, как видите, они советуют то же самое. Но это, собственно, они могут вообще единую группу переговор сформировать РФ и Хамас. Вообще им надо объединиться. Синергия должна работать. Понимаете, когда есть две террористические организации, РФ и Хамас, зачем держать две? Если объединить усилия, это будет гораздо более эффективно в уничтожении цивилизованных людей. Мне так кажется. Ну и переговоры вести. Зачем два раза вести переговоры с двумя разными организациями, если можно с одной? Видимо, кстати, об этом сегодня в Москве и будет договариваться президент Палестины, что будут общие требования к Украине и к Израилю одновременно. Абу Марзук, это один из командиров, не помню, честно говоря, как его должность называется, заместитель председателя политбюро, у них политбюро, политбюро организации Хамас Абу Марзук в интервью катарскому телеканалу Аль-Джазира заявил, что цели операции поток Алякса против Израиля выполнены и поблагодарил Российскую Федерацию. Поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она не позволила ООН осудить Хамас. Ну, в общем, те, у кого еще есть сомнения о том, что это все одна банда, Хамас и РФ, ну, хотя, если у вас есть сомнения, я могу продолжить факт, пожалуйста. Персонажи, что на нашей войне, что на войне Израиля с Хамасом, одни и те же с российской стороны. Вот Рамзан Кадыров, например, он сообщил вчера, что поддерживает Палестину в этой войне, что палестинская борьба и так далее справедливо на стороне Палестины. И отдельно он сказал, что готов прислать свою армию туда, на Ближний Восток, в качестве миротворцев. Кадыровцы в качестве миротворцев должны ехать в Израиль. Ну, кто там это, передайте, что большие пробки в Тель-Авиве. Я там долго жил в Тель-Авиве, там такие пробки, там, не знаю, не знаю, очень трудно добраться куда-нибудь. Пробки большие. Сам Хамас ответил, как бы в качестве ответного жеста Кадырову, выпустил ракету по Иерусалиму. В Иерусалим не попал, но зато попал в арабскую деревню Абу-Гош, которая находится от Иерусалима километров, это, наверное, 20, не знаю, точно не вспомню сейчас. И, ну, очень точно у них ракеты, попал в Абу-Гош, а в Абу-Гоша мечеть, которую построили в том числе на деньги как раз-таки Рамзана Кадырова, и называется она мечеть имени Ахмада Кадырова, от царя Рамзана Кадырова. И вот туда, в эту мечеть, аккуратно и прилетела ракета Хамаса, чтобы уж, чтобы уж ни у кого не было сомнений, кто с кем ва-ю-я. Фух, ну, что еще? Есть еще одна. Не прекращаются факты, объединяющие наши две войны. Вы, наверное, уже слышали об этом. Новость впервые прошла, по-моему, в субботу или воскресенье. Она потом очень быстро потерялась, потерялась потому, что все внимание повернулось, конечно, туда, в Израиль. О том, что Байден решил попросить у Конгресса одновременно сразу 100 миллиардов долларов для Украины. Вот сейчас стали появляться какие-то подробности, что сенаторы США хотят принять годовой пакет помощи Украине размером от 50 до 100 миллиардов долларов США. Это об этом сообщает уже в «Остриджорнл». Проукраинские сенаторы от обеих партий, взволнованные потрясениями в Палате представителей, говорят, что хотят быстро принять годовой пакет помощи для разрушенной войной страны, который значительно превышает сумму помощи, который просил Байден в августе. В общем, 24 миллиарда просил. Сенаторы заявили в «Остриджорнл», что хотят больше смысла в одном большом пакете, а что видят больше смысла в одном большом пакете, чем в нескольких меньших. Это, во-первых, придаст Украине ощущение уверенности, а во-вторых, это будет лучше с политической точки зрения. Такой пакет могут принять в период между 16 октября, когда сенат вернется с каникул, и 17 ноября, дата окончания текущего законопроекта о временных расходах. Но это немножко нас, наверное, успокаивает. Просил 24 миллиарда. Сенатор-демократ от «Коннектик», это Ричард Блюменталь, решительный сторонник Украины, сказал, что если бы это зависло от него, цифра была бы ближе к 100 миллиардам долларов, но сказал, он готов пойти на компромисс, если республикации согласятся на 60 миллиардов. Сенатор Грэм, республиканец, которого вы уже хорошо знаете, предложил 60-70 миллиардов долларов как сумму, необходимую для помощи Украины до президентских выборов в ноябре 2024 года, и сказал, что считает эту сумму внешним пределом. Вообще, кстати, вот эта идея с небольшим пакетом, если бы я мог вас так попросить, да, вы знаете, у меня же что? У меня же что? Как вы знаете, у меня шапельмонометр, я что переживаю? 286 тысяч подписчиков. И они прибавляются по одному буквально, один, еще, еще один, еще один. Если бы я мог попросить вас с большим пакетом подписаться, но так невозможно. Это возможно только в Сенате, где нам дадут денежек. Денежек нам дадут в Сенате, а вы, пожалуйста, прибавьте вот эту циферку на шельтермонометре, чтобы мне жилось ярче, веселее, приятнее. Продолжаем наш разговор про военную помощь. Вчера меня много вопросов задавали, где же это было? 24 канал, я помню, много вопросов так прям на тему, помешает ли помощь военная со стороны США, которая оказывается Израилю, помешает ли она помогать Украине? Это был такой прям вопрос, вопрос сложный. И я не знал простых ответов, что-то отвечал, но вот сегодня у меня уже есть больше информации. Есть американский аналитик Томас Фридман из Нью-Йорк Таймс, я не раз его здесь цитировал, потому что, конечно, этот человек абсолютно такой проукраинский, но реалист, он аналитик Нью-Йорк Таймс, он не фантаст. И он считает, что да, что война с Хамасом может потенциально ударить по Украине. Вообще, скорее всего, она может повлиять и на Украину, и на Саудовскую Аравию, считает Томас Фридман. Любая затяжная война между Израилем и Хамасом, третья затяжная, пока мы к ней еще не пришли, может привести к перенаправлению американской военной техники, необходимой Украине, в Тель-Авив. И это сделает невозможным предполагаемое Саудовское Ира, Израильское соглашение по нормализации отношений. Ну, про Саудовско-Израильское соглашение о нормализации я вам уже рассказывал подробно в субботнем в воскресном выпуске на стримах. Поэтому сейчас мы этого касаться не будем. Давайте посмотрим, как говорится, кто кого в плане военной помощи. Если Израиль собирается втонуться в сектор газа и начать длительную войну, то Украине, пишет Фридман, придется беспокоиться о конкуренции со стороны Тель-Авива за ракеты Патриот, а также 155-мм артиллерийские снаряды и другие базовые вооружения, в которых Украина отчаянно нуждается. Путин это заметил, это я все по-прежнему цитирую Фридман. Прошлый четверг на черноморском курорте Сочи он заявил, что Украина поддерживается благодаря многомиллиардным обливаниям, которые поступают каждый месяц. Он добавил, только представьте, что помощь прекратится завтра. Украина проживет всего неделю, когда у нее закончатся боеприпасы. Ну, во-первых, ощущение в меру на Украин. Я уверен, что украинцы просто готовы будут перегрызать глотки россиянам, которые придут сюда. И что, понимаете, если бы они смогли захватить тогда за три дня Киев, возможно, план Путина бы удался. Серьезно, план Путина по интеграции Украины внутрь Российской Федерации. Может быть, не знаю. Но после года и восьми месяцев уровень ненависти такой, среди десятков миллионов украинцев, что если у россиян что-то получится, то их будут уничтожать здесь века. Понимаете, века. Вот сколько их здесь будут, столько их будут здесь уничтожать. Под каждым под кустом он будет готов и стол, и дом в самом плохом смысле. Но, конечно, все эти надежды юношей питают, все эти надежды Путина на то, что, значит, все, снаряды закончатся, а с чего будем заканчиваться? А с чего им заканчиваться, спрашиваю я вас. И объясню, почему я вас так спрашиваю. Например, сегодня немецкий концерн Рейн Метал сообщил о том, что получил заказ новый, и у него разместили заказ на 150 тысяч артиллерийских снарядов для Украины калибра 155 миллиметров. И этот заказ осуществлен Будда с Вером. И сумма написана трехзначная цифра в миллионах евро. Это оплата за эти снаряды. Ну да, учитывая, что один снаряд стоит 3000 евро, то это должен быть, такой пакет должен стоить 450 миллионов евро. Кстати, знаете, я не к военным сейчас обращаюсь, а к самым нашим гражданским. Я думал, а что такой дорогой снаряд, что он стоит 3000 евро? А оказалось, он в длину-то 90 сантиметров, и вот такая дура, да, 90 сантиметров. Вот, и весит он там 45-90, это я не могу даже показать. Такая вот дура и весит 45 килограмм. Понимаете? Вот, поэтому он стоит 3000 евро. Это как большая деталь автомобиля, как карданный вал. Вы же не удивитесь, что карданный вал стоит 3000 евро, если вы будете знать, что такое карданный вал. Вот вам и Рейн Металл. Но, но, есть еще и продолжение в этой истории. Продолжение истории про вот эту военную помощь, повлияет ли одна военная помощь на другую военную помощь. Появилась идея в Белом доме рассмотреть возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и для Израиля. Надеюсь, что это увеличит шанс на одобрение поддержки украинской помощи. Понимаете, как хитро? Круто? Голосуйте, пожалуйста, за то, чтобы оказать военную помощь Израилю и Украине. Все такие, а? Ну, например, трамписты, которые вроде как против военной помощи Израиля. Они точно за военной помощи, Украине, извините, они точно за военной помощи Израилу. А тут за тех и за тех одновременно. Вот такая сегодня рассматривается идея. Так что, я думаю, мы теперь одной веревкой связаны, старегом и скалолазами. Это я про Украину и Израиль. Видите, даже в Конгрессе за нас воюют вместе, э, воюют, голосуют вместе. Ну, а степень взаимного сочувствия вы видели на стримах, и кто вчера читал комментарии, там просто зашкаливает вот эта степень сочувствия со стороны украинцев к израильтянам и со стороны израильтян к украинцам. Попадаются и в Россию честные люди. Каждый раз я оговариваюсь, каждый раз осторожен, каждый раз говорю, что когда я говорю россияне, я имею в виду только тех россиян, которые либо уже находятся на оккупированных территориях в качестве военных или в качестве гражданских оккупантов, например, переехали жить в Крым, купили там какую-то недвижимость, и тех россиян, которые сегодня участвуют в войне, работая на военных заводах, производя оружие для российской армии. Ну, и, конечно, тех россиян, которые голосуют за Путина и поддерживают политику. То есть они много, они в большой группе, буквально 100-110 миллионов человек. Но есть эти другие россияне, которые категорически против этой войны, и, конечно, мы против них ничего не имеем, надеемся, что когда-нибудь мы сможем с ними где-то увидеться в теории. Вот. И вот про одного из таких россиян пришла новость, и она такая, как бы вам сказать, она меня поразила деталями, не самим фактом даже, факты неудивительные, а вот детали есть удивительные. Преподавателя из Свердловской области, из города Заречного, Ивана Золотого, называется Золотой Заречный, Ивана Золотого, давайте Золотой скажем, Золотого Ивана, из города Заречный, который преподавал в Уральском технологическом колледже Свердловской области. Его уволили после допроса, допроса, доноса, хотя допроса, но служба. Короче, уволили его после доноса его коллег, видимо, других преподавателей Уральского технологического колледжа. Вот знаете, если встретите кого-нибудь, и он вам скажет, я преподаватель Уральского технологического колледжа, то так как Ивана Золотого уже уволили, то это точно какие-то настоящие враги цивилизации, настоящие варвары, потому что это они сдали Ивана Золотого. Значит за что? Какой донос? Он публиковал у себя в социальных сетях стихи, вы не поверите, Веры Полосковой, Евгения Иберковича и Александра Галича. Это ужасное совершенно преступление, кошмарное, невыносимое. У него составили два протокола за дискредитацию армии из-за стихов Галича. Суть стихотворения Галича, говорится в протоколе. Серьезно? Протокол опроса автора доноса, зачитываю вам. Суть стихотворения Галича заключается в том, что нынешняя власть, ее называют мародерами в кавычках, прибрала победу настоящих победителей в Великой Отечественной войне, и теперь ею восхваляется. Высказывание золотого, золотого, меня как гражданина РФ, как патриота России, ставят в недоумение и обижают по гражданскому принципу. То есть, как мать, говорю вам, как женщина, меня оскорбляют высказывать золото, который цитирует Галича. То есть, Галич, по мнению вот этого автора доноса, Галич, Александр Галич, поэн, дискредитирует армию РФ. Ну, судя по таким текстикам, которые здесь, это «Марш мародеров» цитируется. Я сам «Марш мародеров» вам читать сейчас не буду и петь вам его не буду. Но маленький кузыночек из другого стихотворения, который поясняет, я буду со своими комментариями. Галич с комментариями Шетельмана всю жизнь мечтал. Я вам сейчас зачитаю, чтобы вы поняли, почему потрясла меня эта новость. Почему то, что Галич, оказывается, дискредитирует Российскую армию. Кстати, лингвистическая экспертиза усмотрела в этих стихах призывы к изменению конституционного строя Российской Федерации. Видите? Галич призывает к изменению конституционного строя Российской Федерации. Итак, стихотворение после вечеринки. Под утро, когда устанут влюбленности, грусти, зависти, и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом. Спросят хозяйка, хотите послушать старую запись? И мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. И кубики льда в стакане звякнут легко и ломко. И странный узор на скатерти начнет рисовать рука, и будет бренчать гитара, и будет крутиться пленка, и в дальний путь к Абакану отправится в облакан. И гость какой-нибудь скажет, от шуточек этих зябко, и автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит ему хозяйка, бояться автору нечего. Он умер лет сто. Назад. Понимаете? Великий, предрек, предрек, снова у нас всплывает Париж, как из Панасенкова. Умер он, конечно, в Париже, Галич. Не пускайте поэта в Париж. Песня такая, помните, да? Так вот, пустили поэта в Париж, Александра Галича, и он там умер в Париже. А родился он, кстати, в Днепре, в Днепропетровске. Так вот, умер он в Париже в 1977 году. Прошло с тех пор 46 лет со дня смерти Галича. И, конечно, вот в этой песне, которую я вам цитировал, хозяйка дома говорит, бояться автору нечего, он умер лет сто назад. И Галич тогда предрекал, 46 лет назад, ну, хотя я не знаю, в каком году он написал стихотворение, то есть еще как минимум 46 лет назад, он предрекал, что все останется, как было тогда в советское время. Что по-прежнему люди будут бояться слушать его песни, что будут говорить, что за такое, понимаешь, в кутузку, в соловки, говорил он, да? А хозяйка поправит, что, мол, что бояться-то ему, уже сто лет прошло. Гениальное пророчество, гениальное. Но не до конца пророчество. Что он не смог напророчить Галич? Что все-таки осудят, все-таки есть ему чего бояться, ведь того и гляди, иностранным агентам объявят, срок впаяют за дискредитацию армии Галичу покойному. Ведь уже же, вот, все уже, уже решили, что виноват, дискредитируют российскую армию. А в Беларуси, кстати, можно заводить уголовные дела на мертвых, тоже по закону. Неважно, если человек умер, можно завести уголовное дело. А Россия с Беларусью единое государство. Поэтому они могут завести уголовное дело на Галича за это стихотворение марш-мародеров, которое, понимаешь, дискредитирует российскую армию, которая тогда в помине не была, когда Галич жил. И когда он умер, не был. Он родился, еще не было армии РФ. Была только Советская Армия, Красная Армия. Он умер, была Советская Армия. А Российской Федерации это еще не существовало. А он уже умер. А смог дискредитировать. Посмертно. Гениальный, конечно, да? И гость какой-нибудь скажет от шуточек этих зябко. И автор напрасно думает, что самый мельчертный брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гость у хозяйка. Бояться автору нечего. Он умер лет сто назад. Вот так вот осудили. Осудили! Ничего мы поименно вспомним тех, кто поднял руку. Это я снова цитирую Галича на смерть Пастернака. Но добрались мы и до наших обещанных мной веселых новостей, которыми как не поглумиться, как не поглумиться. У нас еще в конце, кстати, будут новости спорта. Обязательно, как вы понимаете, они тоже хорошие. Итак, Песков, это, напомню, пресс-секретарь, так называемый президент Российской Федерации, предложил релокантам, которые в свое время уехали из России в Израиль, вернуться домой. Он сказал, родина гражданам угрожать не может. Приезжайте, кто уехал в Израиль, возвращайтесь. А уехали кто? Уехали в основном те, кого объявили иностранными агентами. Или кто просто не захотел идти в Российскую армию, становиться убийцами, участвовать в геноциде. Не захотел. Вот они уехали. Но не только такие уехали. Таких никто, в счет возвращаться не собрался. Но есть пара человек, которые собрались. Куда? Начнем с первого. Экономист из Глазго. Экономист из Глазго, он же Анатолий Чубайс, он же Моша Израильевич, по словам Путина. Замечен вчера. Тут на 100% вам гарантировать не могу, потому что это просто фотография, которую выложили мои знакомые в соцсетях. Он замечен вчера в аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле, в очереди, на посадку, вместе со своей супругой, улетает из Израиля. Так что вот вам первый серийный бегун. Сначала Чубайс сбежал из Российской Федерации, когда началась война. Когда началась война в Израиле, он теперь сбегает из Израиля. Но мы же не знаем, он к Пескову едет или пока не к Пескову. Это мы пока сказать не можем. Но есть человек, про которого можем. Можем. Незапевненный уже много раз упоминаемый нами подсанкционный олигарх Михаил Фридман, владелец Альфа-Банка. Сколько копий по его поводу, как вы заметили, словно. Он находился в Великобритании, где его застала война. Против него ввели санкции, так как он финансировал. Ну, за что ввели санкции? Скорее всего, за то, что участвовал в финансировании культурского режима. Или еще за какие-то грязные делишки. Жил он себе, жил в Великобритании. И даже пытался эти санкции снять. А сегодня, вчера точнее, выяснилось, что он в Москве. Он вчера полетел в Москву. Ну, вернее, полетел позавчера, наверное. В Москве, в Москве, в Москве, в Москве. В Москве, да. Вули-вули. Фридман в Москве. Но не напрямую из Великобритании. Мы сейчас до этого доберемся. Но сначала обсудим Фридман в Москве. Напомню, что 8 марта этого года Алексей Венедиктов, бывший главный редактор «Эхо Москвы», опубликовал текст, который попал ему в руки, коллективного письма российских либералов в защиту этих самых совладельцев Альфа-групп. Фридмана, Авена, Хана и какого-то там Кузьмичева. Значит, кто высказался, кто решил тогда? Они решили высказаться в защиту. Они просили снять санкции с этих вот людей. С Фридмана, Авена, Хана и какого-то Кузьмичева. Просили снять санкции следующие люди. Леонид Волков, ФБК, который потом сказал, потом за это извинялся. Основательница канала «Дождь» Наталья Синдеева и Вера Кричевская. Бывший вице-премьер Альфред Кох. Политик Леонид Гознам. Журналисты Сергей Пархоменко и Леонид Парфенов. Экономисты Владислав Иноземцев. И помилованный судом канала «Шительман» Евгений Чичваркин. Почему я Чичваркин выделил отдельно? Потому что мы провели опрос. И самый справедливый суд в мире, суд зрителей канала «Шительман», который проводится в виде опроса. Я спросил, кого из этих людей, вот из этого списка, поддержавших Фридмана, Авена, Хана и какого-то там Кузьмичева, кого вы готовы помиловать? Не осуждать за то, что они подписали это письмо, подметное в защиту Фридмана, Авена, Хана и какого-то там Кузьмичева. И 40% голосов подтвердили, что помиловать готовый Евгений Чичваркин, так как он реально помогает украинской армии, привозя медикаменты, собирая огромные средства, сам приезжая в Киев и привозя медикаменты, поэтому Чичваркину скидка вышла. Все остальные были единогласно осуждены судом канала «Шительман». Не «Шительман», суд зрителей канала «Шительман». Напомню, 286 подписчиков, подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы принимать участие в следующих судебных заседаниях. Вот так вот люди подписались, подписались, потому что он хороший человек, он столько всего хорошо сделал. Он в Москве. Причем они подписались за Авена, который уже 24 февраля прошлого года, прямо в день начала войны, пришел к Путину договариваться, как он может помочь Российской Федерации воевать. Они подписались за Хана, который встретился 24 февраля уже этого года с Путиным, после чего Чичваркин отозвал свою подпись за Хана, сказал, что за Хана я теперь нет, но за Фридмана по-прежнему да. А Фридман теперь в Москве, в Москве, в Москве. И что теперь скажут эти либералы, которые предлагали снять с него санкции с Фридмана, который теперь в Москве, и который ни разу не осудил войну, ни разу не осудил злодеяния российских военных в Буче, не осудил массовые убийства, не осудил казни, не осудил, ничего не осудил. А они просят с него санкции снять. Так вот, санкции с него не сняли, несмотря на просьбы таких видных людей, которых я вам зачитал целый список, да. И, значит, после чего Фридман решил переехать в Израиль жить, потому что он сказал, что невыносимо жить совершенно в Лондоне, под санкциями. Он не раз говорил в интервью, что у него нет уборщицы, и он не может поесть в ресторане. Он чувствует себя в плену. Просто он сказал, что он чувствует себя в плену. И поэтому он переехал неделю назад, как выяснилось. Фридман рассказал агентству Bloomberg, что неделю назад он переехал в Израиль. Но дальше Фридман говорит этому же Bloomberg. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации. Когда все успокоится, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно, сказал олигарх. Невозможно жить в Великобритании под санкции. У кого возникает к этому вопрос? В сети интернет один из моих френдов процитировал по этому поводу великого оккупационного поэта Пушкина. Трусоват был Ваня Бедный. Но мы сейчас не о личных характеристиках. Каждый имеет право испугаться, почему же нет. Но вот он приехал в Израиль, решил жить. Все, я решил переезжать жить в Израиль. Через неделю начинается война, и он драпает из Израиля в Россию, чтобы там пересидеть, как он говорит, пока война. А потом, говорит, вернусь, буду постоянно жить. Израильтяне, вы будете встречать радостного Фридмана? Будете бросаться ему на шею? Будете с криками, ура, ура, как хорошо, что к нам переехал такой замечательный человек, как Фридман? Или что вы про него сегодня думаете? Это человек, который сегодня сбежал, переехал жить в Израиль, потому что у него уборщицы не давали завести в Великобритании, и сбежал с началом войны. Чтобы вернулся, он говорит, обещаю, вернусь, как только война закончится. Израильтяне, запишите, запомните, запомните эти его слова Фридмана. Я вам обязательно буду напоминать, когда он к вам вернется туда, в Израиль. Но вы же запомните. Вы же будете встречать там на улицах иногда. Понимаете? В Израиле не спрячешься. Это не Москва и не Лондон. Да и в Лондоне, кстати, не спрячешься. Но это точно не Москва. В Израиле рублевки нет. Приятно вам по одной земле будет с Фридманом ходить. Вот такие вечные у нас беженцы. Бегут туда, бегут сюда. Так еще и не поняли эти беженцы, что от жизни-то не убежишь. Прав? Понасенков-то не убежишь. Никуда. Некуда бежать. Земля круглая. Сначала из Москвы от войны, потом из Израиля. Ну и Песков успел заявить, что у Фридмана есть право вернуться в Россию. Он гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться. Здесь жить. Отсюда уезжать. Как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного. Чего-то необычного здесь нет. Я обещал вам еще новости спорта, но вы знаете, мне жалко их рассказывать. Они слишком хорошие. Я вам завтра расскажу. Ладно? Китайская мудрость учит, что новости должны отлежаться. Хорошие за это время не испортятся, а плохие, может быть, потеряют актуальность. Давайте я этим хорошим новостям спорта дам отлежаться. Это будут новости о героической гражданской борьбе, что такое гражданское общество и что оно делает с врагами. Хорошо? На этом заканчиваем. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Подпишитесь, как всегда, на канал Шатариман. Как всегда. Как всегда. Это был Шатариман за сегодня. Он 10 октября. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова